Светящиеся качели на набережной Смолина вызвали ажиотаж среди горожан. Каждый вечер здесь настоящий аншлаг. Посмотреть на необычную задумку архитекторов приезжают люди с других районов. А детей отсюда просто не утащить. По вечерам на качели выстраиваются очереди. Малыши готовы кататься весь день. Здесь живу недалеко, поэтому со своими детьми мы очень часто ходим здесь гулять, фотографируемся. Нам очень нравится, что сделали такую набережную. Качаемся на новых качелях. Впрочем, набережная на Смолина не единственное место притяжения. Сквер на Тернопольской тоже преобразился к Новому году. Пространство напоминает европейские улочки, наполненные праздничной атмосферой. В центре сделали специальную фотозону для челябинцев, которая уже стала популярна в соцсетях. А светящийся тоннель поможет сохранить качество фотографий. При съемке с лампочками в ночное время очень важен свет, чтобы он также падал на человека. Потому что если сзади будет все светиться, а спереди света нет, вы получите черный силуэт на фоне красивых лампочек. Поэтому можно встать немножко за какую-то гирлянду или инсталляцию, чтобы она тоже давала свет на лицо, а остальные лампочки будут на фоне. Не менее ярким город стал и в центре. На набережной Краеведческого музея установили люстры длиной в 60 метров, а рядом звезды с подсветкой, которые могут служить скамейкой и в летнее время. Возле театра драмы в сквере появился зимний фонтан, а многовековые сосны подсвечивают специальными фонарями. Кировка, как визитная карточка, традиционно украшена светящимся куполом с музыкальным сопровождением. Фонтан вот этот красивый вдоль всей площади, красивая гирлянда. Мы уже сделали пару фотографий. Мне нравятся огоньки и фонарики. И действительно создается новогоднее настроение. И чувствуется, что пытаются создать уютную атмосферу. Ну, конечно, сразу новогоднее настроение создается. Ребенку очень нравится. Ну, интересно смотрится, как бы вверх, вот это освещение все сделано. Ну, и там желтенькие тоже интересные. Ну, необычно, прикольно, мне нравится. Самым любимым местом горожан в этом году стал парк Терешковой. Необычный каток вдоль деревьев столицы Южного Урала появился впервые. Кататься можно и по центральной аллее, и по некоторым боковым тропинкам. Все они связаны между собой. Монтаж выполняла компания, которая готовила лед для шоу Ильи Авербуха. И уже 16 лет заливает каток на Красной площади в Москве. Теперь каждый день здесь собираются люди со всех районов. Давай, толкайся ножками, Терешков. Торайся, давай, толкайся ножками, толкай, толкай. Идея реально классная. Она подарила городу такую атмосферность. Теперь есть куда прийти, отдохнуть, кайфануть. Так что все круто. Спасибо, только классные эмоции, позитив. Все супер. Любим приходить сюда по вечерам, потому что тут, конечно, очень красивые гирлянды горят. Можно сделать кучу красивых фотографий. У челябинцев уже давно праздничное настроение и самые приятные хлопоты. Покупка подарков, нарядов и украшения квартир. Праздничная суета царит и в магазинах, и на улицах. Новогодние огни большого города засияли. И теперь у челябинцев точно есть места для прогулок на свежем воздухе без масок и ограничений. Татьяна Лаврова, Ксения Шитлина, Денис Соснач, Павел Востротин, Павел Чащин, 31 канал.